Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. Напоминаю, что читаем мы сразу два перевода. Это перевод Юнгерова, перевод так называемой септуагинты, то есть греческого текста Библии. Именно с этого текста переводили на славянский, поэтому этот текст, текст похожий, мы слышим в храмах. В то же время мы сравниваем этот перевод с переводом русскоязычным, синодальным переводом, который делался с еврейского языка. И отмечаем отличия и особенности. Итак, сегодня это пятая глава, и мы вместе с Соломоном начинаем. Он говорит, «Сын мой, внимай мудрости моей, и к моим словам преклони ухо твое. Чтобы сохранить добрую мысль, знание моих уст заповедует это тебе. Не внимай злой женщине, ибо мед каплет с уст женщины-блудницы, которая на время услаждает твою гортань. После же найдешь горчи-желчи и острее обоюдоострого меча. Ибо ноги безумия низводят пользующихся ею со смертью во ад. Стопы ее не тверды, ибо на путь жизни не вступает. Обманчивость изи ее и неразумны». После традиционного вступления, которое начинается со слов «сын мой», Соломон призывает своего сына к тому, чтобы тот шел по пути заповедей, которые он ему сообщает. И в первую очередь сегодняшняя глава посвящена взаимоотношениям с собственной женой и с блудницей, с чужой женой, которая может совратить его сына. «Не внимай злой женщине, ибо мед каплет с уст жены-блудницы». То есть слова ее приятны, но потом, когда ты согрешишь, если ты это сделаешь, ты познаешь, что вкус, который казался тебе медом, окажется горше полыни и горче желчи. И вот шестой стих отличается здесь от русского текста, который переводился с еврейского. Здесь он звучит так. «Ибо на путь жизни не вступает, то есть не вступает она, эта жена, обманчивая стези ее и неразумны». В пятой главе русского текста синодального говорится так. «Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». Здесь нет какого-то отличия в переводе, здесь просто явно совершенно иная основа. То есть, по-видимому, просто сами эти стихи отличаются. Но суть их, в общем-то, сводится к одному и тому же, что обманчивы пути ее, то есть они кажутся приятными, но на самом деле они приятны только в момент страсти, а когда страсть проходит, ты видишь, что это был обман, и ожидания твои не оправдались. И они неразумны. А здесь текст говорит, что они непостоянны. Ну, опять же, непостоянны и обманчивы очень похож смысл, потому что то, что непостоянна, например, скажем, представим себе непостоянную почву, которая то твердая, и на нее можно опереться, то болотистая, например, зыбучие пески какие-то, на которые опереться нельзя. Если почва переменчива, лучше на нее не опираться, потому что ты не понимаешь, выдержит ли она тебя, сможешь ли ты устойчиво на ней держаться. И здесь то же самое, обманчиво. То есть тебе может показаться одно, но на самом деле другое. Соломон, конечно, в первую очередь, говоря здесь с сыном о женщине, чужой женщине, которая обольщает его, говорит вообще о том, чтобы он внимательно смотрел на свои чувства и понимал, он должен серьезно себе это усвоить, что чувства могут быть обманчивы, они могут обольщать. Нечто может обольщать человек, и человек может обманываться. И поэтому, общаясь с другим и попадая в те или иные ситуации, он всегда должен трезво смотреть на свои чувства, на то, что происходит внутри него. Далее Соломон говорит «Итак, сын мой, ныне слушай меня и не пренебрегай моими словами. Держи дальше от нее путь твой, и не приближайся к дверям домов ее, чтобы не придала жизни твоей другим и твоего достояния безжалостным, чтобы не насытились силою твоей чужие, и труды твои не перешли в чужие дома. И покаешься при конце своем, когда истощится плоть тела твоего, и скажешь «Зачем я возненавидел наставление, и сердце мое уклонилось от обличений, я не слушал голоса моего наставника и не преклонял к нему, к моему учителю ухо моего». И здесь довольно странный на первый взгляд совет. Он, конечно, говорит о том, что «Ты если не послушаешь меня, ты потом пожалеешь». Но что он имеет в виду, когда говорит «Чтобы не придала жизни твоей другим и твоего достояния безжалостным, чтобы не насытились силою твоей чужие?» На самом деле в традиционных культурах прелюбодеяние считалось грехом и чем-то очень страшным, не только потому, что у этого явления были духовные основания, но еще и потому, что каждый человек желал оставить плоды своих трудов своему собственному ребенку, своему собственному сыну. И чужой наследник, человек, который родится у другой женщины, или человек, который родится у другого мужчины, то есть так или иначе это не точно твой ребенок. Ты не понимаешь, кому потом достанутся плоды твоих рук. И поэтому, если ты не хочешь, чтобы жизнь твоя была связана с этими подозрениями, с чужими детьми, с тем, что ты не знаешь, кто перед тобой, твой собственный ребенок, и кому ты оставляешь труды всей твоей жизни, не вступай в отношения с женщиной, которая не твоя жена, которой невозможно доверять, которую ты не любишь, с которой тебя не связывают серьезные отношения. Потому что иначе, если ты порабощаешься ей, то дальше, так как она распутна и развратна, ты включаешься вот в этот поток тех, кто ей служит, тех, кто ей подчинен через страсть. И поэтому понятно, что дальше с тобой произойдет. Твоими трудами будут насыщаться другие, и труды твои будут переходить в чужие дома. То есть порочные связи сказываются не только на твоем духовном состоянии, но и на твоем состоянии физическом, на твоем благосостоянии, на твоем имуществе. Сегодня нам может показаться это не очень духовным, но для древнего мира и в средние века, пожалуй, что и в наше время, для многих это тоже все равно остается важным таким нюансом. Далее. «Едва не подверг себя всякой беде среди народного собрания и общества. Сын мой, пей воду из своих сосудов и из источника своих колодцев. Пусть переливаются у тебя воды из твоего источника, и на твоих площадях пусть расходятся твои воды. Пусть принадлежит тебе одному собственность, и пусть никто чужой не участвует с тобою». Здесь мы видим, что идея, которая была выражена до этого Соломону в таких для нас не всегда понятных и ясных образах, когда плодами рук твоих будут пользоваться чужие, здесь Соломон говорит об этом прямо, что каждый должен пользоваться плодами своих рук и пить воду из своих сосудов и из своих источников. И, конечно же, речь идет о физической, о воде, о достатке, о плодах собственных рук человека. Но здесь же, конечно же, речь идет и о духовной составляющей. То есть есть языческая религия, есть женщины, которые язычницы, и которые сподвигают тебя к тому, чтобы служить иным богам. Так вот, не делай этого, потому что они ведут к погибели. И Соломон говорит, пей воду из своих сосудов, то есть питайся своей мудростью, мудростью, которую я тебе сообщаю. Для Соломона и для его детей, соответственно, это мудрость Ветхого Завета, мудрость Писания. Обратим внимание, что в тексте Юнгерова, в переводе Юнгерова с греческого языка, 15-16 стихи несколько отличаются от перевода синодального. Итак, греческий и славянский, вслед за ними текст русский, который создавал Юнгеров, говорят, «Пей воду из своих сосудов и из источника своих колодцев. Пусть переливаются у тебя воды из твоего источника, и на твоих площадях пусть расходятся твои воды». Русский синодальный текст говорит следующее. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца. Пусть не разливаются источники твои по улице и потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою». Во-первых, конечно же, здесь добавлено слово «сосуды», потому что в русском тексте, в синодальном переводе, слово «водоемы» тоже, конечно, можно понять, если представлять культуру того времени, что речь идет о резервуарах для воды. Потому что в Израиле как сегодня, так и в прежние времена сложно было с водой, воды было не так много, и поэтому собирали в том числе и дождевую воду. И вот эти резервуары для хранения воды использовались. Поэтому «пей воду из твоего водоема» и здесь под водоемом имеется в виду не просто твоя река, которая тебе принадлежит, конечно же, имеется в виду речь из резервуара воды, вот из того самого сооружения, в котором ты эту воду собираешь, и текущую из твоего колодца. Так или иначе, и тот, и другой текст говорит нам о том, что использовать надо свою воду, но что такое вода? Если мы посмотрим на традицию Ветхого Завета, то, конечно же, под водой, тем более водой живой, подразумевается живая вера, подразумевается живая традиция, живая заповедь, живое Слово Божие, которое обращено к человеку. Не случайно у пророка Исаии есть такие слова, «Кто жаждет ко мне, приходи и пей». И не случайно уже в Новом Завете, в беседе с Самарянкой, Христос говорит, что может дать ей воду живую. Итак, вода является источником жизни, и правая вера является источником жизни духовной также. И поэтому Соломон говорит, сын мой, пей воду из своих сосудов и из источника своих колодцев. То есть не прибегай, не увлекайся верой чужой, не увлекайся чужими источниками жизни, потому что для тебя они будут губительны. И далее в 16 стихе «Пусть переливаются у тебя воды из твоего источника, и на твоих площадях пусть расходятся твои воды». Здесь, если мы видим, что вода — это источник жизни, источник мудрости, то пусть они переливаются, то есть пусть они избыточествуют, пусть они будут проповеданы, можно даже так сказать, потому что вот этот избыток, который разливается по площадям, и речь идет о том, что вера твоя продолжается дальше, распространяется. Но 16 стих в синодальном переводе говорит, пусть не разливаются источники твои по улице и потоки вод по площадям. И можно понять это так, что ты должен хранить веру как нечто сокровенное, нечто, что недостойно сообщать язычникам. Конечно, на первый взгляд только эти слова друг другу противоречат. На самом деле всему бывает свое время и место. И язычникам, которые не готовы услышать твое слово, действительно нельзя было сообщать веру. Не случайно Христос в Новом Завете уже говорит, не мечите бисер перед свиньями и не давайте святыни псам. И в то же время Он же заповедует нам проповедовать веру. Но для этого люди должны быть готовы услышать это слово. Далее, 18 стих. Источник твоей воды добудет у тебя свой собственный, и веселись с женой юности твоей. Пусть беседует с тобою лань любви и жребя твоих наслаждений, но пусть руководит тобой собственное, да будет с тобою во всякое время, пребывая с ней в любви, ты будешь иметь во всем обилие. 19 стих очень сильно отличается по смыслу от 19 стиха в русском переводе. Еще раз обратим на это внимание, здесь есть связь 18 и 19 стихов. Итак, 18 стих заканчивается здесь следующими словами. «И веселись с женой юности твоей». Речь идет о жене юности. Но далее, 19 стих начинается. «Пусть беседует с тобою лань любви твоей и жребя твоих наслаждений». И комментатор Юнгеров, переводчик, утверждает, что «жребя твоих наслаждений» вот это выражение подразумевает женщину распутную. Почему? Потому что вот этот стих «пусть беседует с тобой лань любви и жребя твоих наслаждений» заканчивается противопоставлением, но пусть руководит тобою собственная, то есть твоя законная жена, «и да будет с тобою она во всякое время. Пребывая с ней в любви, ты будешь иметь во всем обилие». То есть есть женщина, которая увлекла тебя, с которой ты беседуешь, и с которой ты собираешься наслаждаться некой общей жизнью, но Соломон говорит, даже если она беседует с тобою, пусть руководит тобой твоя собственная, и да будет она с тобой во всякое время. В то время как в синодальном тексте «источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоею, лебезной ланью и прекрасной серною, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». То есть синодальный текст подразумевает, что здесь даже нет никакого упоминания о чужой жене. В то время как греческий текст говорит, что даже если ты увлекся чужою женою, и она беседует с тобой, и ты думаешь наслаждаться вместе с нею общением, то ты должен обратиться к своей собственной жене, и да будет она с тобой во всякое время. Далее даже 20 стих говорит следующее. «Не будь долго с чужой, и не поддайся объятиям не своей». То есть прямо говорит, что нельзя долго беседовать с чужою женою, особенно если ты чувствуешь, что она начинает тебя увлекать. Здесь в нравственном отношении более напряженное, конечно, состояние вот этого человека, которого увлекает чужая жена, показывает нам греческий текст. В то время как 20 стих синодального перевода говорит следующее. «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» То есть смысл и того, и другого текста понятен. Но еврейский текст несколько менее напряженную ситуацию создает. Еще нет никакой измены, нет никакого увлечения, нет никаких собеседований. Просто Соломон говорит, смотри, сын мой, у тебя прекрасная жена, и любовью ее услаждайся постоянно, тебе не нужна другая. А греческий текст показывает, что человек уже увлекся, что он уже собеседует с нею, что он уже думает, что она доставит ему наслаждение, это общение доставит ему наслаждение. Но Соломон говорит, найди в себе силы, вернись к своей собственной жене, пусть руководит тобой твоя собственная, пусть будет с тобой во всякое время, пребывая с ней в любви, ты будешь иметь во всем обилие. Не будь долго с чужою и не поддайся объятиям не своей. И дальше 21 стих одинаков здесь по содержанию. Ибо перед очами Бога пути человека, и все пути его он наблюдает. И здесь тоже. Ибо перед очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. То есть, если ты задумал изменить своей жене, если ты... И, конечно, здесь под женой можно подразумевать и настоящую жену, как человека, супругу, и истину, которую ты, может быть, увлекся чужой верой, может быть, увлекся чужой мудростью, не изменяй ей. Потому что все твои пути наблюдает Бог. И в итоге, конечно же, Он все равно управляет твоей жизнью. И если ты думаешь, что что-то от Него сокроется, то от Него не сокроется ничто. Ни увлеченность твоего сердца чужой женой, ни увлеченность твоего разума и твоего сердца чужой верой. Не обращайся к ним. Далее Соломон говорит, «Беззаконие уловляют мужа, сетями собственных грехов каждый затягивается. Ибо таковой умирает с ненаученными, лишившись всего своего имущества. Он погибает за безумие». Эти стихи тоже несколько отличаются от синодального текста. 22 стих звучит здесь так. «Беззаконного уловляют собственные беззакония, и в узах собственного своего греха он содержится». Здесь сетями собственных грехов каждый затягивается. Не очень понятно, что значит «затягивается». Синодальный перевод здесь прозрачнее. «Собственные беззакония уловляют, и в узах своего греха он содержится». И мы представляем себе узы, как темницу, что есть нечто, что сковывает человека, мешает ему жить, мешает ему двигаться, как тюрьма, в которую он попадает. Человек, который согрешает, попадает в тюрьму собственного греха и оказывается от него зависим. «Таковой умирает с ненаученными, лишившись своего имущества. Он погибает за безумие». А здесь синодальный перевод говорит следующее. «Он умирает без наставления». Здесь умирает с ненаученными. «И от множества безумия своего теряется». «Теряется» здесь сопоставляется с этим словом «погибает». Но так или иначе, причиной погибели и духовной, и физической причиной погибели человека оказывается его собственное безумие, которое он выбирает. Почему выбирает? Потому что и тут, и в одном, и в другом тексте узы греха связаны с узой собственной свободы выбора. С тем, что человек в итоге сам решает. Вот удивительно, насколько напряженной показана здесь вот эта внутренняя эмоциональная жизнь человека, у которого есть жена и который увлекся чужой женой. Человек, у которого есть истинная вера и который увлекся другой верой. Соломон показывает здесь всю напряженность этой внутренней трагедии. И он говорит, что если человек избирает верный путь, то он будет иметь во всем обилие, в то время как если он совершает грех, то погибает от своего собственного безумия. Дай Бог, братья и сестры, каждому из нас найти в себе силы и во время искушения избрать правый путь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok